сейчас когда наша сторона медленно но верно переходит на импортозамещение обилием кроссовок от азиатских брендов уже никого не удивишь привычки меняются собственно как и вкусы и на место вчерашних найков джорданов и адидасов приходит сегодняшний пик ленинг ну и само собой анта да по поводу анты проблема в том что ее флагманские модели сейчас стоят какие-то просто запредельные деньги но не ими едиными как говорится богат данный бренд сегодня предлагаю вам взглянуть на кроссовки кейти сплэш 4 из так называемой капсульной коллекции клэя томпсона который стоит на порядок дешевле но при этом состоянии вас приятно удивить погнали привет ребята сегодняшние кроссовки несмотря на то что является более бюджетными по сравнению со флагманскими моделями тем не менее дешевыми их не назовешь хотя стоп как же так ленинг и кейти сплэш всегда была бюджетной а ритейл 4 составил жалкие 85 баксов понимаем сейчас такие быстренько умножили эту цифру на 60 курсу доллара и довольно приготовились потирать ладошки на сайте официалов ценник этих четверок составил без малого 13 косарей понимаю это хоть и меньше чем о флагманских седьмых кейти шаг обзор на которые есть на моем канале но согласитесь тоже ни разу не 85 баксов на мой крайне субъективный взгляд ценник данных сплэшей но никак не должен превышать 10 косарей хотя с другой стороны ну что я в этом могу понимать да в этом моменте я традиционно напоминаю свои 15 процентной скидки которые могут воспользоваться абсолютно все подписчики моего канала ссылка на товар и условия вас ждут в описании под данным роликом эти сплэши предлагают весьма достойный материал для кроссовок за 85 баксов но при этом для пары за 13к они само собой бюджет материал их вверх обычная синтетика как вы знаете синтетика синтетики розни вот именно эта синтетика она действительно простенькая и внутри у кроссовок все более-менее цивильно легкая небрежность виде торчащих нитей встречается но какого-то особого криминала нет повторюсь для бюджетных кроссовок материалы вполне себе годны и если сравнивать их с более-менее адекватными по цене кроссовками от конкурентов в виде степбэк от adidas или тех же precision от nike таки эти сплэш 4 уделывают их буквально на раз мы с вами говорим о кроссовках которые у нас стоит без малого 13 косарей просто напоминаю как вы успели заметить основную часть материала внешки формирует пористая синтетика на самом деле она состоит из нескольких слоев более глубокий с продольными отверстиями и прозрачный поверхностный с микро перфорациями которые вы можете прекрасно видеть на многократном увеличении как видите эти отверстия окружают ногу практически по кругу за исключением лишь пяточной области благодаря данным перфорациям а также из-за пористой структуры язычка в этих четверках достигается очень достойная циркуляция воздуха все последние модели данного бренда приучили меня к тому что легкие кроссовки от них остались в прошлом но что приятно скейт и флеш дела обстоят несколько иначе как видите цифра на весах демонстрирует вполне себе приятные 385 грамм и причина сравнительного с топовыми моделями бренда похудания вовсе не в том что эти кроссовки без нихрена в их технологичности я уверен я успею вас убедить чуточку позднее просто их верх сделали чуть легче чем обычно любом случае любители легких игровых пар перед вами очень достойный экспонат эти кроссовки полностью соответствуют заявленному размеру заказав свою традиционную девятку я никоим образом не прогадал шузы сели на ногу как влитые не заметил никаких проблем ни с надеванием не со шнуровкой хотя из-за материала и округлой формы шнурков они то и дело развязывались во время игры поэтому тестируя эти сплэши я затягивал шнурки особым способом о котором рассказывал вам вот в этом своем ролике на канале пожалуй одну из самых сильных сторон данной игровой модели я назову их подгонку достигается она не без участия все той же внешки которая классно облегает стоп а также при помощи 6 рядной шнуровки последняя позволяет прекрасно фиксировать стопу за все время тестирования я ни разу не заметил какого бы то ни было поголивания и и внутри кроссовки не сказал бы что вся заслуга принадлежит вот этому фиксационному ремешку да какую-никакую компрессию он все-таки оказывает но затягивая его действительно сильно есть вероятность перетянуть ногу признаюсь подобно случалось у меня пару раз сам же я не любитель подобных фиксационных ремешков игровой обуви а так как в этих четверках он оказался съемным я воздал хвалу дизайнерам и снял его к чертовой бабушке после чего приспокойно бегал уже без ремешка сегодняшние четверки как по мне невероятно комфортные кроссовки этому в первую очередь способствует набивка расположена в таких традиционных местах как язычок и зона ахилла не скажу что набивки прям переложили скорее ее просто достаточно да и сами материалы вверх от данной модели не сковывают движение именно поэтому времени на их разбивку практически не требуется кроссовки комфортны прямиком из коробки в этом плане они схожи с еще одной новинкой от анты под названием shock the game show 4 который красуется у меня на заднем фоне и обзор которых вас ждет в ближайшем будущем также сплэш 4 сделали весьма сгибаемыми в них очень легко осуществляется перекат носка на пятку из пятки на носок что как мы знаем является своего рода синонимом высокой естественности игровой обуви да есть определенный момент связанные с безопасностью но не умеет поведаю вам чуточку позднее эти четверки имеют в своем составе немало традиционных структур отвечающих за безопасность речь о пластиковые пластинки в середине стопы заходящий сбоку и имеющий вот это отверстие на манер eclipse plate от jordan бренда также упомяну традиционный аутриггер и встроенный пяточный ковш но несмотря на наличие выше названных элементов эти четверки нельзя назвать надежной игровой моделью дело в излишней мягкости самого внешнего каркаса который не в состоянии сдерживать стопы при резких боковых нагрузках а также в сниженной ригидности средней части стопы в доказательство своих слов предлагаю оценить на слоумо деформацию кроссовки которая возникает при резкой боковой остановке при этом в отличие 7 низких клэф обзор на которые есть на моем канале ногу себе в них ни разу не повреждал и тем не менее излишнюю сгибаемость стоп во время игры я ощущал достаточно регулярно на самом деле это извечная дилемма создать кроссовки чрезмерно ригидными да тогда они станут максимально надежными но лишаться столь любимой многим мобильности или наоборот сделать акцент на естественности но в этом случае высокой протекции можно позабыть достигнуть золотой середины как вы понимаете практически невозможно сам же я неоднократно заявлял что в игровой обуви предпочитаю смещение акцента на естественность но это как говорится дело вкуса кроссовки анто сплэш 4 предлагают подметку из традиционной резины а рисунок их протектора представлен овальными линиями которые формируют подобие нескольких пивотальных точек по всей поверхности подошвы к счастью я имел возможности попробовать эти четверки как в зале так и на улице так я вовсю бегал в них на таких уличных типах покрытия как бетон резинка и резиновая крошка признаюсь что топовой сцепку назвать я не могу ведь бегая на пыльных и грязных и гладких покрытиях проскальзывание имели место быть правда готов сказать что сильно во время игры они меня не беспокоили так бега в эти кроссовках в нашем достаточно скользком зале я не замечал каких бы то ни было проблем с тракцией сцепка меня полностью устроила бега сплэш 4 я не терял ни в скорости не в маневренности не в своем первом шаге сейчас уверен я могу вас огорошить ведь эти кроссовки за 85 бакинских комиссаров предлагают такие топовые амортизационные технологии как нитро эдж в носке и эй флэш эдж в пятке для неискушенных зрителей поясню почему я так перевозбудился на самом деле это парочка топовых амортизационных пен от анты которые обычно задействуют во флагманских моделях нитро эдж это аналог буста которым выполнена миссоль все тех же седьмых клеев эй флэш эдж также успела зацветиться в качестве монотехнологии знаковых моделях этого бренда это знаете как взять и запихнуть реакт в какие-нибудь копеечные флайт трепы или облагородить бустом нищебродные степбеки согласитесь звучит как полнейший сюр ну вот дизайнера анты почему-то так не посчитали кроссовки ощущаются мягкими буквально с первых секунд после надевания по ощущениям очень похоже на пятый низкий клей пена действительно мягкая и времени на разбивку совсем не требует мне настолько кайфово было в этих кроссах что я по привычке использовал их и в качестве повседневок при этом с гашением ударных нагрузок все так же неплохо неплохо но все-таки не отлично так как пени в пяточной области не хватает отзывчивости так при серьезных приземлениях временами я испытывал даже не знаю как это сказать это и не боль и не дискомфорт просто я ощущал что пятка приминается практически до игрового покрытия вот еще и чуть-чуть и может возникнуть дискомфорт но повторюсь болевых ощущений как таковых у меня не возникало в носочной области с амортизацией нет абсолютно никаких проблем прекрасно гасит возвращает тем не менее рискну предположить что массивным ребятам за 90 кг и прыгающим бойлером эти кейти ствах 4 могут быть противопоказаны не думаю что они в состоянии защитить вашу пяточную область от чрезмерных ударных нагрузок не самое большое количество использованных при создании четверок пены в митсоли привело к тому что у этих кроссовок практически не снижено чувство игрового покрытия если в пятке все-таки имеет место какое-никакое снижение то в носке так вообще все замечательно именно поэтому данные клей могут подойти большинству быстрых и подвижных игроков побегов в этих кейти сплэш 4 на разных типах зального и уличного покрытия с удовольствием обнаружил что за все время тестирования каких-то серьезных проблем с ними не приключилось да эти малые очень марки но на этом все подметка выдержала многочисленные уличные зарубы а многослойность внешки также наводит на мысли о ее прочности и несмотря на то что в анти не позиционирует эти четверки как аудорные я могу с уверенностью предположить что они в состоянии прослужить на улице долгое время ребят вот я уже предвижу ваши комменты в теле ну что за шляпа за 13к почему такой конский прайс и тому подобное на самом деле вопрос ценообразования в нашей стороне находится далеко за сферой моего влияния я же старался оценить эти кроссовки без оглядки на их стоимость и вот по чесноку они понравились мне с самого начала а уже потом я узнал про их стоимость при этом повторюсь для бюджетных кроссовок а слэш 4 это именно бюджетные кроссовки так вот для бюджетных кросс они предлагают просто овертаху легкие быстрые подвижные игроки это ваш выбор массивные прыгающие ребята а также бойлер из истории травм голеностопа дружно проходим мимо них стороной поверьте вам такое не надо в довершение хочу сказать что большинство современных кроссовок наверное порядка 95 процентов для стритбола не подойдут в принципе а те немногочисленные модели которые все-таки выдержат недружелюбные уличные покрытия оказываются с паршивой амортизации кейки из flash 4 во-первых подходят для улицы а во-вторых предлагают гашение ударных нагрузок значительно выше среднего так что делайте выводы сами а я машу вам ручкой напоминаю про 15 процентную скидку на данную модель у официалов и традиционно передаю слово джеймсу доксу собрать мода фака